внимание срочно нужна ваша помощь в семью романа абрамовича пришла беда остался ни с чем просит всего-то немного миллион долларов в день нет ну серьезно западные сми сообщают абрамович реально стоит с протянутой рукой просит друзей занять до получки а что вы попробуйте содержать сразу две огромные яхты легко что ли ведь в придачу к традиционным санкциям запад применил экономическую ядерную бомбу блокируют даже офшорные счета святая святых украденных у россиян активов неприкасаемую кубышку на офшорные британский остров джерси заморозил вдумайтесь 7 миллиардов долларов абрамовича а накануне другой британский офшор каймановы острова тоже закрыл активы других путинских олигархов а 13 апреля и вовсе стало для них черным днем календаря получили такой удар что оклематься смогут не скоро кто пострадал больше всех и почему даже самые тайные заначки кошельков путина в опасности смотрите дальше великобританию абрамович ну очень любил за украденные у россиян деньги разжился на более чем 70 объектов недвижимости а еще на яхты частные самолеты суперкары на сумму более полутора миллиарда долларов ну и конечно же на футбольный клуб челси но быть другом путина вредно в ответ на войну против украины его сперва заставили продать челси а потом пришлось спасать и две супер яхты солярис и эклайпс в турецких водах а дальше абрамовича принудили прощаться с недвижимостью и даже с офшорными счетами вишенка на торте британским гражданам запретили любые сделки с абрамовича других российских олигархов британия тоже давит по всем фронтам под свежие санкции 13 апреля попал также и вагит оликперов владелец лукойла и спартака с 25 миллиардами долларов активов и даже недавно задержанный в украине виктор медведчук за компанию пострадал и владимир евтушенков руководитель инвестиционной компании система с двумя миллиардами долларов активов распрощается с деньгами и владелец кузбасс разрез угля андрей бакарёв а вот александру шульгину из-за санкций пришлось даже уйти с поста руководителя компании озон еще один удар нанесли под никогда богатейшему россиянину алишеру усманову ну точнее по его сестрам теперь все эти люди не смогут не воспользоваться всеми своими активами не сотрудничать с любыми британцами да и даже попасть на территорию великобритании причем британия бьет не только по отдельным олигархам но и по целым отраслям экономики агрессора мы продолжим нацеливаться на всех тех кто помогает и поддерживает войну путина завтрашнего дня мы запрещаем импорт российского чугуна из стали а также экспорт квантовых технологий и передовых материалов которых так нуждается путин мы не будем почивать наша миссия остановить военную машину путина российские активы в европе тают не по дням а по часам того же 13 апреля франция заморозила 23 миллиардов евро российских активов ударили еще и по самому любимому фэшенебельным дачам на берегах теплого средиземного моря заблокировали 33 объекта недвижимости общей стоимостью 573 миллионов евро на курортных антибах сэн-жан-конфера и сэн-тропе на французской ривьере забыть друзьям путина придется и о любимых яхтах испанцы арестовали судно главы русского алюминия виктора виксельберга за 120 миллионов долларов считаю что я заработал достаточно большие деньги я не один таких людей много но самое главное создан прецедент блокирования именно офшорных счетов которые путинские олигархи считали неприкасаемыми на эту крайнюю меру запад пошел в ответ на новые и новые смерти украинцев в преступной войне кремля это сигнал если не остановите безумного путина все будете стоять с протянутой рукой также как абрамович